Валерий Седов Губернатор Рязанской области Павел Малков попал под санкции Госдепа США. Список, включающий 47 глав регионов и 9 федеральных министров, опубликован на сайте федерального органа исполнительной власти при правительстве США. Павел Малков отреагировал на это так, цитата, «Благодарю американских коллег за признание. Находиться в этом списке награда и честь». Конец цитаты. За несколько дней до этого губернатор обратился ко всем участникам СВО из Рязанской области. Он подчеркнул, что гордится всеми военнослужащими, которые сейчас находятся в зоне конфликта. В ближайшие три года на молодежную туристическую программу «Больше, чем путешествия» правительство России направит 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Что позволит расширить число участников. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Туристические сертификаты, которые вручают за победы в конкурсах или олимпиадах президентской платформы «Россия. Страна возможностей» будут ежегодно получать не менее 62,6 тысяч человек. Рязанцы в их число тоже входят. Молодежная туристическая программа «Больше, чем путешествия» – это своеобразный бонус всем активным юношам и девушкам за участие в конкурсах или олимпиадах президентской платформы «Россия. Страна возможностей». По данным Министерства образования Рязанской области, региональные этапы, за которые можно получить сертификат, сегодня есть у проектов «Обилимпикс», «Студент года», «Студенческая весна», «Ворлд Скиллз». Также рязанские школьники могут принять участие в большой перемене и грантовых конкурсах молодежных инициатив. За участие можно получить путевку. Денег федеральные власти на это не жалеют, добавят больше 7 миллиардов рублей. Станут доступными путешествия по уникальным маршрутам, участие в образовательных программах на самые актуальные темы. От предпринимательства и обустройства городской среды до информационных технологий и экологии. Ну, например, можно будет теперь отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море. У нас много активной молодежи, которая проявляет большой интерес к истории, культуре, традициям российских регионов. Рязанские ребята в этих проектах не новички. В прошлом году в путешествия отправлялись и волонтеры культуры, и студенты Агротехнического университета. Около сотни наиболее активных бесплатно съездили на два дня в Калугу. Впрочем, выбрать можно и дальние путешествия. Активисты по этой программе могут поехать в 79 регионов. Причем путешествие может длиться от трех дней до полугода. И при этом поездка включает в себя не только посещение достопримечательностей, но и образовательную программу, мастер-классы и лекции от экспертов. Самое время присоединиться. Вообще же деньги Михаил Мишустин пообещал еще и аграриям, накануне посевной. Для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку мы дополнительно выделим из бюджета 2 миллиарда рублей. Средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграрием льготных железнодорожных тарифов. Это даст возможность доставить по назначению еще около 1 миллиона тонн сельхозпродукции. В текущем году правительство направит на поддержку таких перевозок более 4 миллиардов рублей. Деньги должны ускорить доставку продуктов в перерабатывающую отрасль и обеспечить создание новых логистических цепочек, чтобы распределение урожая по стране было оптимальным. Тем временем в Рязани начали внедрять электронный сертификат на технические средства реабилитации для инвалидов. За 2022 год ОСФР по Рязанской области зарезервировало 375 таких электронных сертификатов. Электронный сертификат на технические средства реабилитации для инвалидов своеобразная палочка-вручалочка для людей с ограниченными возможностями. Необходимые вещи с его помощью можно получить исходя из личных предпочтений. То есть технически это выглядит так. В Единой государственной информационной системе социального обеспечения создают реестровую запись, которую привязывают к банковской карте получателя МИР. Все покупки целевые, то есть в сертификате содержится информация о виде и количестве средств реабилитации, о сроке действия сертификата и максимальной цене за единицу изделия. Отделением Социального фонда России по Рязанской области зарезервировано 375 электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации для 211 человек на общую сумму 15 миллионов рублей на 3,5 тысячи технических средств реабилитации. Это кресло-коляски, это слуховые аппараты, это адсорбирующее белье, это ортопедическую обувь. Получить это могут инвалиды, ветераны и пострадавшие на производстве от несчастных случаев. Полный список можно получить на сайте отделения Социального фонда России по Рязанской области. Отдельные средства реабилитации, кстати, разрабатывают персонально. Для удобства получателей на сайте Социального фонда России существует карта, по которой можно определиться, какие точки продаж работают с электронными сертификатами. В Рязанской области всего 9 точек продаж. Одна из них расположена на территории Рязанской области и 8 точек расположены в городе Рязани. Также на сайте можно узнать стоимость нужного технического средства, а также узнать размер компенсации за самостоятельно приобретенный товар. Рязань попала в топ-10 регионов с самой низкой величиной прожиточного минимума на 2023 год. Регион расположился на 9 месте. Прожиточный минимум в Рязани 12 794 рубля. Вместе с нами на 9 месте Удмуртская республика, Алтайский край и Киров с Ульяновском. На 10 месте Тамбовская область. Прожиточный минимум там больше на 2 рубля. А вот первое место заняли ДНР и ЛНР. Сумма там 11 213 рублей. Следом Запорожская область и Херсон. А вот топ с самым большим прожиточным минимумом возглавил Чукотский автономный округ. Там величина прожиточного минимума почти 36 тысяч рублей. После него Ненецкий автономный округ, где сумма меньше почти на 9 тысяч рублей. Москва же расположилась на 6 месте. Просьбы горожан услышаны. На ремонт и техосмотр общественного транспорта выделили 6,5 миллионов рублей. В Рязани объявлен аукцион на ремонт и техническое обслуживание муниципального общественного транспорта. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Начальная, она же максимальная цена контракта 6,5 миллионов рублей. Заявки принимаются до 3 марта 2023 года. Заказчиком выступили МУП УРТ. Средства выделены за счет самого муниципального предприятия. Срок действия контракта до 30 декабря. Согласно условиям договора, станция технического обслуживания должна быть расположена максимум в 15 километров от территории УРТ, что на улице Радиозаводской. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области сожгли в печи больше 144 килограммов наркотиков, изъятых из незаконного оборота. Процедура уничтожения запрещенных веществ состоялась на одном из промышленных предприятий города Рязани. В этих мусорных мешках все то, что нашли в траве, под кустами или в углах домов. Это не бытовой мусор, а синтетический и растительный. В общем, наркотики. Каждый такой сверток был вещдоком в своем деле. Например, вот этого мужчину полицейские задержали 4 февраля. При себе у него был пакетик с 3 граммами мефедрона. Теперь зелье пойдет в печь. Суммарно таких свертков на утилизацию аж на 144 килограмма. Данные вещества полицейские изъяли в ходе ежедневной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, приличных досмотрах задержанных граждан, досмотрах автотранспорта, проведению обысков и осмотров мест происшествий. Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым к настоящему времени приняты судебные решения. Обвиняемые наркотрафиканты, изготовители, сбытчики, содержатели наркопритонов получили наказание в соответствии с содеянным. Уничтожают наркотики в одном из промышленных предприятий города. В плавильной печи при высокой температуре. Все под присмотром межведомственной комиссии. Полицейские отправили в огонь около 51 килограмма синтетических наркотиков и более 93 килограммов наркотических веществ растительного происхождения. В январе этого года для жителей Рязанской области построено 1478 квартир, общая площадь которых составила больше 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Рязаньстат. 61% от общего объема – это жилье в Рязани. Другие цифры с рынка новостроек в нашем следующем материале. Территориально 61% общего объема введенного жилья – это, собственно, сама Рязань. Впрочем, 100 тысяч квадратных метров новостроя за первый месяц этого года цифры, может, для кого-то и впечатляющие, но немного обманчивые. Что-то около половины из этого объема – индивидуальное домостроение. За счет собственных и заемных средств рязанцы возвели 262 дома общей площадью 40 тысяч квадратных метров, в том числе 18 построек на участках для ведения садоводства. Что же касается многоквартирных домов, то здесь абсолютно у всех застройщиков заявлено изменение срока ввода жилья. Причем максимальное количество временной корректировки составляет 30 месяцев. Темпы возведения все ниже. Пятерка крупнейших застройщиков Рязанской области на 1 февраля возводит 740 тысяч квадратных метров жилья. Месяцем ранее этот показатель был выше. Средняя цена квадратного метра – 88 тысяч рублей. Эта цифра очень близка к средней по стране. Широкая Масленица осталась позади. И с сегодняшнего дня начался Великий пост. Самый строгий и продолжительный в православной традиции он продлится до Пасхи, которая в этом году отмечается 16 апреля. Великий пост – это особое время, которое полагается посвятить добрым делам, молитве и работе над собой. В преддверии особых недель митрополит Рязанский Михайловский Марк обратился к верующим. Обращаясь к пастве, после литургии в Христо-Рождественском соборе Кремля, которая была совершена в Прощенное Воскресенье, управляющий Рязанской епархией призвал задуматься о сути жизни, о причинах всего, что происходит. Это святые дни. А если мы их называем святыми, если Церковь их назвала святыми, значит, они должны принадлежать Богу и только Богу. Что же означает это? Что же мы должны с утра и до ночи, все эти сорок с лишним дней, молиться, молиться, поститься? Посвящение Богу не означает наших круглосуточных молитв, хотя Церковь призывает нас молиться непрестанно. Молитва, пост, постное время – это еще и служение ближним. Митрополит напомнил историю о грехопадении человека и призвал всех следовать по пути самосовершенствования. Ведь важное во время поста вовсе не ограничение в пище, а очищение мыслей. Легко любить дальних, легко прощать дальних, но гораздо сложнее поступать так по отношению к ближним, к тем, с кем мы живем бок о бок, и кто, может быть, нередко нас обижает, раздражает, пренебрегает. Первую неделю поста Церковь советует придерживаться особенно строгих правил. Такие же ограничения действуют и на период Страстной Седмицы. На Благовещение и Пресвятой Богородице в этом году приходится праздник на 7 апреля, и в Вербное Воскресенье 9 апреля разрешено принимать в пищу блюда из рыбы. Все строгие правила питания в Великий пост установлены монастырским уставом для монахов. Мирянам не обязательно их придерживаться. Прихожане могут согласовывать свой рацион питания с духовными наставниками и лечащими врачами, исходя из возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств. Не следует поститься пожилым, детям, беременным женщинам и людям с тяжелыми заболеваниями. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова